Внутри дома, куда нас привели местные жители, жутко. И кажется, что здесь никто не живет. Живет, причем в таких кошмарных условиях, что представить трудно. Камера не позволяет передать запах, который встречают прямо с порога. В помещении отрицательная температура и ужасающая нищета. Здесь живет 73-летний одинокий старик. Около 10 лет он не платит за проживание. За это время накопился долг. И вот сегодня вот пришла бумага. Вот вы считали 12 632 рубля. 12 632 рубля. Осталось от него 63 525 рублей. Вот за что дом после пожара, он должен, во-первых, мне кажется, как я понимаю, должен был снят с учета. Или он отремонтирован должен был быть. Не по его вине этого, а вот хозяина, квартира-то горела. Вот человек сгорел за поджог, кто был в той квартире. А пострадал-то вот он. А ему 73 года. Какой он может сделать ремонт? Вот они отказываются. У него дрова, половина дров там поленится. Цыгане утащили, украли. Вот теперь недавно утащили. Он живет, не знаю, он выживает. Просто человек выживает. Надежда Дневлаева помогает старику по бытовым делам. Его паспорт хранится у нее. Здесь хранить документы опасно. Своруют. Она же получает за жильца пенсию, из которой теперь в судебном порядке вычитается часть денег. На вопрос о том, ведет ли жилец асоциальный образ жизни, ответ был такой. Вино, конечно, попивают. Этого пенсионера она знает очень давно. Жилье имело такой вид еще до пожара, как и предыдущее, за которое оплат тоже не поступало. Что-то менять в своей жизни человек отказывается. Сколько бы не было рейдов, сколько бы не было разговоров, бесед, замечаний на то, что квартиру надо содержать в хорошем состоянии, результата не было. То есть вот у человека такой образ жизни. Он самостоятельно вот до такого состояния отдавил квартиру. Так, и не первый раз такое. Переселить пенсионера некуда. Принять какое-то решение о починке дома или признать его аварийным затруднительно. Другие квартиранты давно разъехались, а для принятия такого решения надо не меньше 70% голосов. Никаких заявлений от жильца не поступало, в том числе и в соцслужбы. Как бы то ни было, так жить нельзя. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал Русский Север.